Так, ну что ребят, разбираем сегодня получается у нас NFT коллекционки, естественно сразу же сортируем по капитализации, будем разбирать самые топовые проекты, чтобы не отбирать вообще какие-то лютые щитки, поэтому если хотите продолжение данной рубрики, либо подобных рубрик у меня на канале, обязательно пишите в комментах и соответственно буду разбирать, жду 100 лайков по данным роликам и снимаю сразу же вторую часть по поводу разбора NFT проектов. Ну первый проект это у нас Flow, многие меня спрашивали стоит ли в него заходить, опять же таки был Pump на фоне новостей того, что соответственно проект Meta, это проект Марка Цукерберга, ну Meta это у нас Facebook, Instagram, если кто не знает, вот и соответственно подскочил данный проект у нас на данной новости на 70%, ну опять же таки бывает новость отрабатывают, бывает нет, но в 99% случаев не отрабатывают, многие ждут какую-то новость, что вот уже сколько новостей этих выходило и по итогу монеты не стреляли ни хера. А тут вышла эта новость и хомячки побежали покупать сразу же, поэтому это по большому счету шаги и работать по новостям я считаю идиотизм лютый, вот и все, поэтому Flow там еще будут разлоки, учитывайте данный фактор, я считаю, что смысла лишь нету, тем более на хаях лучше дождаться коррекции к тем же отметкам, где мы и были. Если кто заработал, я бы фиксировался. Дальше, ApeCoin, отыграл свое, весной 22 года можно было еще заработать, сейчас на текущем этапе можно было и на пресейле, и после листинга заработать, сейчас, ну шаровый памп возможно, но сейчас уже лезть поздно. Мана, ну то же самое могу сказать и по Сенду, что и по Мане, так как они ходят вместе, сейчас не самая плохая точка для покупки, но риски, опять же таки, учитывайте по ней сверхвысокие, максимум 0,5% там или 1% от депозита я бы выделял бы. XTZ, Tezos, я сделал подробный разбор на канале, поэтому посмотрите обязательно, стоит ли закупаться, в принципе, сейчас тоже не самые плохие отметки, ну ролик есть на канале, вы можете глянуть. По Сенду я уже ответил, по поводу Теты, куча роликов тоже была на канале, и по поводу ее монеты, ну газа, ее T-Fuel, да, и соответственно, стоит ли закупаться сейчас, я бы дождался тоже бы коррекции в эту зону, стояли мы здесь около 3 месяцев, вышли, опять же таки, кто состоит в закрытом клубе, закупал с нами лютое одно по данной монете, монете и накапливал ее на всем этом падении, ну, опять же таки, я рассказывал, что вот этот вот нисходящий канал, который у нас здесь имеется, он может очень хорошо потом прострелиться, и как только мы за него выйдем, за хотя бы там 4-5 долларов, то улетаем наверх, вот. По поводу Axie Infinity, я уже, в принципе, неоднократно тоже отвечал, что смысла лезть в нее особого нету, шаровый памп возможен, но риски сверхвысокие. По поводу CHZ Chiliz, так как он у нас спонсирует футбольные матчи, и так как у нас, получается, осенью, там, когда в ноябре или в октябре будет чемпионат мира, который проводит Катар, да, то, соответственно, вполне возможно данный проект тоже выстроить. Сейчас на локальных аях, имейте это в виду, надо было заходить вот здесь, либо вот здесь вот на вот этих донных значениях. Многие спрашивают, почему нет смысла заходить на росте, потому что очень велика вероятность коррекции либо отката, вот и все. И вы потом будете ныть и говорить, что вот, лучше бы я подождал бы, ну вот, подождите сейчас тоже. Поэтому, ну, если кому похер, можете закупаться и сейчас. Я рекомендую подождать по данной монете. По поводу Stacks. Ну, Stacks себя хорошо показывал, а до этого, в 2021 году, стоит ли зайти, ну, в принципе, пришла к тем же отметкам, где и была, там, в январе 2021 года, ну, и конце 20-го. Стоит ли зайти сейчас? Ну, в принципе, можно, но я считаю, монета свое уже отыграла. По поводу Key, как куча роликов у меня была на канале, кто захочет, найдет. Стоит ли заходить сейчас? Я бы дождался бы коррекции, потому что сейчас мы отскочили и, вероятнее всего, будет сбор вот этой ликвидности и побоет лонгиста. Вы думаете, просто так дадут заработать сейчас киты тем, кто повставал в лонге и надеются на разворот? Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Вот, может быть, кто-то и заработает, но большинство, естественно, потеряет. По поводу Engine Coins тоже. У нас сверхвысокоисковый проект, как и та же MANA, тот же SEND. Поэтому восходящий канал, ликвидность могут собрать, имейте это в виду, поэтому я был бы сейчас аккуратнее. Зайти можно, конечно, и заработать иксы, когда мы вернемся сюда, если вернемся. Но, в целом, сейчас, ну, как бы, имейте это в виду, что риски высокие. По поводу Степпена и вообще тематики Move2Earn я уже неоднократно рассказывал, не уже смысла повторяться. Я бы лучше не заходил, если вкратце мой ответ. По поводу Rose. Давала иксы, стоит ли фиксироваться? Да, стоит фиксироваться. В покупке сейчас заходить лезть не нужно. Гала, опять же-таки, там неограниченная эмиссия, плюс она давала иксы. Я, кстати, давал бесплатно заработать на своем YouTube-канале. Кто заработал, тот заработал. Здесь я ее давал покупать, там, в 2021 году она выстрелила очень хорошо. Вот, сейчас находится в накоплении. Зайти можно, полпроцента от депозита максимума, в принципе, скорректировалась. Она тоже знатно. Vemix, дальше давайте Vemix, посмотрим, что из себя представляет. По поводу Vemix, нет, уже свое отыграл, смысла лезть нет. И MutableX были разборы на канале подробные данного проекта. Стоит ли заходить сейчас, в принципе, не самая плохая точка для покупки. Но, в идеале, дождаться тех же отметок, где она и была. Опять же-таки, я думаю, рынок еще скорректируется, поэтому лучше повыменить. Вот, по поводу VXP. VXP тоже неплохая точка для покупки. Пришли мы к тем же отметкам, но учитывайте, что XE она уже давала, и риски определенные есть. SLP, точно так же, как и Axie Infinity. Ну, как бы, SLP у нас не решила проблему с инфляцией. У них печатается монет и вбрасывается в рынок больше, чем сжигается. Поэтому, естественно, она дампится тоже, но и люди тупо ее сливают. Поэтому смысла закупать ее никакого нету. Digibyte у нас анонимная монетка, за которую многие то так же топят. Ну, в целом, сейчас не самые плохие отметки для покупки. Пришли мы к отметкам 20-го года. В долгосрок самое оно, если вы ждете вот этих вот отметок пиковых, а то и, соответственно, перехая. Вот, суши. Опять же таки, суши тоже относятся у нас к NFT-хам. Если кто не знал, сейчас, я считаю, одна из самых идеальнейших точек для закупки в долгосрок. Опять же таки, когда закупать более точно, и когда закупаюсь именно я, это все есть в моем закрытом клубе. По поводу LuxCoin какой-то у нас, не, ни о чем. Смысла лезть нету, как мы видим. Хоть ликвидность, может быть, и есть, но, как бы, такое себе. Вот, хотя, может быть, это не тот график. По поводу SIG. Не, SIG свое отыграло. Смысла лезть нету. РНДР тоже меня часто спрашивали, особенно, я помню, в 21-м году. Вот, но оно и неудивительно, потому что был памп. Вот, сейчас, ну, вернуясь к тем же отметкам, шаровый памп, возможно, но я бы не лез бы. Просто есть NFT у нас, API NFT токен. Если смысл лезть, ну, как мы видим, дампится тут дно, поэтому надо было выходить вот здесь. Вот сейчас, ну, не факт, что восстановится, может быть, на бычке себя покажет, но вероятность довольно-таки низкая. По поводу, соответственно, ЦКБ. Сейчас пошел в рост. Я в покупки не заходил. Если кто покупал дно, сейчас можно фиксануть тоже неплохую прибыль. Рака какая-то монета. Рака Макафо, да. Поэтому на текущем этапе, не, не заходил бы. Ликвидность есть, конечно, но, не знаю, 7 миллионов долларов объем, 7,5. Конфлюкс тоже, CFX, многие меня спрашивали. Я считаю, мертвый проект уже свое отыграл. Мы выходили на вот этом пампе. Кто захотел, тот вышел. Ну, кто закупал выше, ссори, ребят. Если она не восстановится, то, как бы, печаль беда. По поводу хромней, ну, мнение такое же, как и по инжей, потому что графики у них похожи. Зайти-то можно сейчас, но, учитывайте, что риски по ней тоже высокие. Икси она уже давала. СИЗ тоже меня многие спрашивали, стоит ли заходить в данный проект. Соответственно, ну, сейчас, в принципе, не самые плохие отметки. Но икси она уже давала, поэтому риски тоже сверхвысокие. Я, получается, нашел что-то более перспективное. Ну, а что-то более перспективное, вы знаете, где найти. Ультра пошла в рост. Если кто откупал дно, я бы фиксировался. На текущем этапе в покупки заходить смысла нет. ПИР. Тоже у меня, по-моему, про нее спрашивали. Вулкан какой-то токен. Давайте глянем. Не, в рост тоже пошла. Ну, кто откупал донные отметки, в принципе, можно сейчас фиксануться, потому что даже 50% на медвежки это уже хороший хлеб. Монета ШУР. Давайте глянем, что она называется. Иншур Дефай, да. Давайте глянем. Вот здесь вот, ну, не, график ни о чем. Слишком большие спреды. Дальше люкс. Люкс тоже, по-моему, меня по поводу нее спрашивают. Люкса какой-то коин. Ну, в принципе, пришла к тем же отметкам. Может ли показать? Да может. Ну, я в такие монеты стараюсь не лезть, потому что щитки обычно свое отыгрывают и скамятся. По поводу БСВ, кстати, самое интересное, что здесь по БСВ показывает у нас капитализация ниже, чем, соответственно, надо было, наверное, по объему все-таки сортировать, а не по капитализации, потому что оно там отталкивается больше от цены. Стоит ли зайти? Ну, сейчас не самые плохие отметки, но я ждал бы в идеале обратно там те же там 30 центов. В целом, ну, невелика разница. В целом, сейчас донные отметки и пиковые отметки у нас в районе доллара, двух там, а то и трех. Я жду в долгосрок 5-10 баксов, ну или хотя бы как минимум возвращение на 2 доллара. Поэтому в долгосрок сейчас закупать самое оно и не самая плохая возможность прикупить данный токен. По поводу UGG тоже меня часто спрашивали. Я считаю, свое она отыграла. Дампится то за дно, ликвидность уже падает. По поводу Aging Protocol я делал отдельный разбор на канале, но риски, опять же таки, выше среднего, учитывая, что может она и не восстановится. Я, конечно, был бы рад, если бы она восстановилась, тоже я ее закупал и советовал. Но, опять же таки, имейте в виду, что не факт. Вот, по поводу UF, сейчас бы фиксировался, кто откупал дно, в покупке смысла лезть нет. По поводу Alice, тоже к интересным монеткам мы подбираемся, как я вижу, там и LV монета. Alice, жду по 30 баксов минимум, поэтому сейчас тоже не самые плохие отметки, но риски, опять же таки, высокие. По поводу TLM, тоже советовал неоднократно на канале, были разборы многие из этих монет у меня на ютубе, поэтому смотрите обязательно. По поводу падения, упало минус 94%, тоже донные отметки, но учитывайте, что эмиссия не ограничена, поэтому риски определенные имеются. Но проект развивается, и в целом, я думаю, должен себя показать в следующем бычьем цикле. Деп, нет, смысла нет, монета свою отработала и LV, тоже меня часто спрашивают, стоит ли заходить. Но, как мы видим, дампится то за дно, свои иксы показала, может ли выстрелить. Ну, шарова, да, но как-то сейчас такое себе, имейте это в виду. FED, тоже монета уже отыгранная, поэтому имейте это в виду. VRA, что у нас VRA? VRASITY тоже меня часто спрашивали, разбор был на канале. Но сейчас, если кто заработал на этом пампе, то я бы сейчас фиксировался. По поводу монеты супер, тоже возлагали многие большие надежды, точно так же. Ну, не то, что я там возлагал какие-то большие надежды, но в целом, откупали мы ее в закрытом клубе еще вот здесь. Можно было заработать, сколько получается, около 2-3 иксов. Ну, не так много, но все равно, кто захотел, тот фиксанулся. Я, к сожалению, не зафиксировался, ждал выше вот этих вот отметок. Но так как мы видим, что у нас пошел медвежий рынок, да, то, соответственно, сейчас в целом не самые плохие отметки, чтобы ее докупить. Но риски, естественно, по ней имеются, учитывайте данный фактор. Да, тоже я разбирал данную криптовалюту на канале. Minds of Dalarna сейчас не самые плохие отметки, чтобы ее докупить. Я думаю, к отметкам листинга она может вернуться, но риски, опять же-таки, имеются. BAKE тоже я советовал в закрытом клубе, жду роста на бычке, так как это у нас обменник. Да, она показывала здесь памп, можно было скинуть, но мы накапливали ее вот здесь вот, на этом накоплении, но и вот здесь вот. Поэтому я жду возвращения на те же отметки, хотя бы на 5 долларов, в идеале, конечно, 8 долларов, а то и выше. Да, если бы нет, будет видно. И в закрытом клубе, кстати, мы ее закупали вот здесь и заработали около 7, а то и 5-7x можно было по ней забрать. Ну, кто не верит, я, в принципе, а где раз скидывал в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. И, кстати, у меня очень важное аудио, почему 99% людей не заработает на криптовалюте. Оно хоть и на 30 минут, но очень довольно-таки важное. Если хотите прослушать, присоединяйтесь в, получается, телеграм-канал, и там в закрепленных сообщениях оно имеется. И очень полезного контента я там также пощу свои аудио, свои какие-то мысли по поводу мышления, по поводу вообще психологии рынка и вообще успеха, там какой-то мотивации и так далее, если кому-то этого тоже не хватает. Поэтому ссылка есть в описании на мой телеграм-канал. По поводу, получается, Джост, нет, свое отыграло, смысла лезть нет. XPR тоже меня многие спрашивали, стоит ли лезть. Ну, Протон тоже, я считаю, свое отыграло, если кто вдруг откупал дно, шарово выстрелило, фиксировался прямо сейчас бы. Потому что, я же говорю, хлеб на текущем этапе даже 50% движения, поэтому имейте это в виду. М-бокс, ну, спустился к тем же отметкам, где и был. Сверхвысокий риск, полпроцента от депозита максимум в данную монету. Если выстрелить, будет, конечно, за счастье. СПС, как говорится, спасибо, да, сокращенно, помню, в игрушках писали раньше. Ну, на хаях находится локальных, поэтому сейчас бы не лез. Маск тоже уже неоднократно отвечал. Ну, давайте досмотрим эту страничку, я думаю, на этом будем заканчивать. Ну, сейчас пытается пойти в рост. Стоит ли заходить? Ну, не знаю, я бы не лез бы. Такое себе тоже. Кокос, была деноминация, кто захотел, тот на ней заработал. Сейчас уже, я считаю, отработанный материал. Шаровый памп возможен, видно, что цены удерживают. Но, опять же-таки, учитывайте, что риски сверхвысокие. Йоши тоже, я видел, хороший у них сайт, все перспективно выглядит с точки зрения фундаментала. Но, как мы видим, монета свое отыграла, дампится то за дно и, скорее всего, уже не выстрелит. К сожалению, как бы нам этого не хотелось. Поэтому имейте это в виду, если кто-то строил какие-то иллюзии. Телос, ну, тоже график непонятный. Не лез бы. ТВК, тоже многие меня за нее спрашивали, стоит ли лезть. Ну, рост пошел. Если откупали дно, можно сейчас фиксануться. Но в покупке я бы ни в коем случае не лез бы, потому что монета уже, как мы видим, свое отыграла. И самые большие иксы позади. Вот, Xmon. Локальные хаи, то же самое, не лез бы. Если не фиксировались, фиксируйтесь. Если вы в плюсе, либо в нуле. Дальше, как он называется? Wilder World. Давайте глянем. Нет, тоже монета уже мертвая. Дальше, LTO. LTO Network тоже я давал в закрытом клубе. Опять же таки, можно было заработать вот здесь, на вот этом пампе, где-то около 2 текса. Сейчас она задампилась. Ну, в принципе, пришла к тем же отметкам. С точки зрения фундаментала смотрелось неплохо. Но, как мы видим, она у нас оказалась такой монеткой, что тоже последовало за всем остальным рынком. Не знаю, покажет себя, либо нет. Но если выстрелит, я по ней фиксануюсь. То же самое, если вернется к тем же отметкам. По поводу RM-RK. Ну, в целом, видно, что цены удерживает. Но, опять же таки, основные иксы она уже давала. Поэтому тоже обходил бы стороной. Опять же таки, шаровые пампы по любой монете возможны. Но, ребят, учитывайте, что я все-таки обходил бы стороной проекты, какие я сейчас называю. По поводу данной монеты, с 1 вот дала иксы. Если кто хотел фиксануться, можно сейчас это сделать. ERN. Разборы были на канале, в том числе фундаментальные. Вот, поэтому, стоит ли закупать сейчас? Ну, вот этот нисходящий канал, да, может выбиться наверх. Но, учитывайте, что сейчас локальные хаи, если кто откупал дно, можно сейчас хорошо фиксануться. Фио тоже уже миллион раз разбирал данную монету. Стоит ли закупаться? Ну, опять же таки, учитывайте, шаровые пампы возможны. Да, нисходящий канал можем пробить. Но, опять же таки, монета очень рисковая. Поэтому, такой себе босс. Он тоже много раз она мне встречалась в различных категориях. Поэтому, локальные хаи сейчас бы в покупке не лез. Кто откупал дно, можно фиксироваться. Дальше, DVI, Division. Ну, выпуск немного затянутый. Но, опять же таки, ребят, если вы не готовы посмотреть по монетам и найти какую-то перспективную, что я назову там одну-две штуки, ну, как бы ваши проблемы. Хотите зарабатывать? Ну, любите зарабатывать, любите, как бы информацию изучать и впитывать. Вот, Division тоже нет смысла заходить. HNS, Handshake. Я напоминаю, у нее будет халвинг там, по-моему, в каком-то, то ли 23-м, то ли 24-м году. Но, как мы видим, дампится тут за дно, ликвидности, ну, ликвидности есть, не то, что нету. Но объемы у нас падают и, соответственно, смысла лезть уже нету. Но, как бы, монета вроде как дефляционная. Вот, вот эта монетка у нас Rarible, она дампится тут за дно. Rare. Rare. Давайте глянем, Super Rare. Дампится тут за дно, тоже, уже объемов нету. О, Affinity тоже многие мне спрашивали, стоит ли закупать. Ну, я разбор делал на канале, но, как мы видим, дампится тут за дно. Пока что монетка выглядит как мертвая, может быть, на шар выстрелит, но вероятность довольно-таки низкая. Ali тоже неоднократно разбирала отработанный материал. Voxel был, по-моему, лаунчпад или лаунчпул на Binance. Стоит ли заходить? Ну, как мы видим, в принципе, ее удерживает. Шаровый памп возможен полпроцента от депозита максимум. Ну, в целом, это, по-моему, игровой токен, но риски, опять же-таки, по ней высокие. Ну, в том числе, относятся к NFT-хам. Kowal. Kowal, не, мертвая монета, свое уже отыграла. Дальше, DRC. Вот, если нужно продолжение, ребят, пишите в комментах, жду 100 лайков по данным роликам и продолжаю. Тоже мертвая монета. Дальше, GED. Ну, я надеюсь, эти разборы будут вам полезны. GED протокол, локальный хаяк фиксировался, если кто в ДРК заходил. Cube. Кубик-рубик, да, как говорится. На текущем тапе, нет, не заходил бы, уже отыграла. Дальше, Dega. Тоже советовал ее в закрытом клубе. Вот, Dega Finance. Опять же-таки, можно ли зайти? Можно. Ну, как мы видим, волатильность у нас затухает. Но, в целом, вот это вот накопление и вот этот нисходящий канал может потом высталить. Но, в целом, монета из разряда такого чуть выше среднего риска. Вот, Aura. Какая-то монета, не знаю, что за монета. Давайте. Аврора. Вот. Движемся тут заодно. Как мы видим, ее активно сливают. Поэтому смысла лезть нет. Пентин мне некоторые там сказки рассказывают, что вот перспективный проект. Я тоже его давал, по-моему, в 21-м году в закрытом клубе. Можно было забрать там пару иксов. Но сейчас, как мы видим, особо она активности не показывает. Спустилась даже ниже отметок, где она и была. Ну, многие монеты себя так показали сейчас, чтобы, естественно, напугать толпу. Но риски поневысокие. Поэтому я бы лучше обходил бы стороной и зашел бы в что-то более перспективное. Ну, а если интересно, что-то более перспективное, это есть все в закрытом клубе. Поэтому, кому интересно, пишите в личку. Вот. Локальный хаи по Аллу. Ну, я фиксировался. Поэтому, как мы видим, скорее всего, уже скоро будет разворот. Поэтому в покупки лезть смысла никакого нет. Да. NFT-X. NFT-X. Что у нас здесь? Ну, тоже такой волатильный монета. Ликвидности тоже, как мы видим, нет. Виктория VR. Многие меня тоже за нее неоднократно спрашивали, стоит ли заходить. Ну, как мы видим, дампится то за дно. Скорее всего, проект уже отработанный материал и помирает. Дальше. Вид тоже спрашивали, я помню. Вид монета. Ну, тоже отработанный материал. Шаровые пампы есть какие-то, но по большому счету смысла нет. Старатлас. Разбор был отдельный на канале данного проекта. Поищите. Вот. Дампится то за дно. Проект сам по себе перспективный. Замечательный. Фундаментал просто муа. Но, как мы видим, дампится то за дно и никому он нахер не нужен. К сожалению. Вот. Airfox тоже я неоднократно уже встречал данную монету. Ну, как мы видим, графика нету, поэтому смысла нету. Whale. Какой-то кит, да, у нас. Если переводить до словно, то дампится то за дно и мертвая монета. Дальше. Xeno. Ну, по-моему, это должна быть монета у нас Nano X, да. Xeno токена не переименовались. Ну, как мы видим, она дампится. Не знаю, выстрелит либо нет. Я закупал ее еще вот здесь. Вот здесь там. Ну, усоединял, может быть, один-два раза. Ну, посмотрим. Nano, в принципе, выглядела перспективно. Она плюс, насколько я помню, еще старичок рынка. Да, еще старичок. Перехай она не делала. Может быть, и покажет себя в следующем бычьем цикле. Но, как бы, риски определенные тоже имеются. Вот. Гарри. Ну, как мы видим, ее сливали. Baby Swap какой-то. Baby. Давайте глянем. Тоже, по-моему, меня за нее спрашивали. Стоит ли ее закупать. Не. Тоже дампится то за дно. Тоже мертвая монета. Polis. Это у нас монета от Star Atlas. Это вспомогательный тоже токен. Ну, я разбор делал на канале. Но, как мы видим, тоже дампится. Шаровый памп одна произошел. Но те, кто заходил, заходили повыше, они, естественно, не в нуле даже. GMM какая-то монета. Gamilium или как он там. Gamium. Мишки Gamium. Дампится то за дно. Тоже особого смысла нет. Дальше. Weed. Но не тот. Weed, который вы подумали. Вот. Поэтому дампится тоже то за дно. График не о чемный. Socks. Носки. Да. Носки. Надо же было такое название придумать. А тут Unisex какой-то. Как Unisex, да, как говорится. Вот. На текущем этапе тоже ни о чем. Дампится то за дно. Ерце 20 даже создали. Типа отдельная сеть. Как отдельная сеть у эфира, да. Как мы видим, нету ликвидности. Смысла заходить нет. Просто монета вид. Давайте глянем. Vivid Labs какой-то. Давайте глянем. Дампится то за дно. Большая. Большие спреды. XVG. 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 Xworld какой-то. Тоже мертвый проект. Дальше. Caps. Caps зажал характер. Показал, что называется. На каждом монету у меня есть своя цитата, ребят. Видите? Дальше. Дампится то за дно. Мертвый проект. Guts. Guns Unchain. Тоже меня спрашивали, есть ли смысл в него лезть. Ну, скорее всего, нет. Насколько я помню. Да. Проект уже умирает. Его активно скидывает. Ну. Мона. Дальше. Если нужны разборы дальнейших монет, остальные странички. Монокоин. Тоже дампится то за дно. Как мы видим. Ну, шаровые пампы возможны. Но иски слишком большие. DFA. Подбираемся уже к концовочке. Define, да? Да. Define. Тоже задампилось то за дно. Нет смысла заходить. SwiftCoin. Я помню, тоже был хайп. В этом. SV. Сука. Как он пишется-то? SV. FTC. Тоже помню, был хайп по данной монете. Была она залищена на OKEX и на Huobi. Вот здесь был памп. Ну, сейчас как бы шаровые пампы происходят. Но я такие монеты не люблю. Потому что они, видите, туда-сюда. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. CGG. Какая-то монета. Chain Guardians. CGG. CGG. Давайте глянем. Стоит ли заходить. Нет. Тоже мертвая монета. Вот такой вот разбор, ребят. Жду 100 лайков по данным видосам. И разбираю остальные монеты из NFT сектора. Будем продолжать. Поэтому у нас еще данных проектов очень много. И, как мы видим, здесь у нас где-то порядка шести страниц. Поэтому разбирать еще и разбирать. Всем удачи. Всем пока. Жду 100 лайков и записываю вторую часть. Субтитры сделал DimaTorzok